Добрый день, дорогие зрители телеканала Уллправда ТВ. Вы смотрите программу видеочат. Меня зовут Дарья Судрева. Сегодня мы продолжаем цикл онлайн-встреч с представителями общественной палаты. У нас в гостях Максим Светуньков и Анатолий Лапин. Здравствуйте. Добрый день. Главная тема сегодняшняя это социально-экономическое развитие Ульяновской области. Подведем итоги 12 месяцев, прошедших предварительно, и, может быть, обсудим планы на 2021 год. Дорогие зрители, можете задать вопрос нашим гостям. Номер видите на своих экранах. 8 927 814 05 99. Ну вот я, готовясь к эфиру, нашла такую информацию, что по итогам 11 месяцев Ульяновская область у нас занимает второе место среди субъектов Приволжского федерального округа в рейтинге социально-экономического развития. Вот как вы оцениваете развитие Ульяновской области за прошедший год? Все ли удалось? Ну, во-первых, рейтингов очень много и разных в этом отношении. Поэтому очень хотелось бы узнать, какой конкретно рейтинг вы имеете в виду. Это первое. Второй момент. В чем слабое место любого рейтинга? Есть набор нескольких показателей, может быть, достаточно много, там, десятки или даже, ну, сотню, наверное, чересчур, несколько десятков. Вот. Они сами по себе носят объективный характер. Но субъективный в этом понимании, как бы, метод или субъективный момент любого рейтинга, это как свернуть отдельные показатели в некий единый индикатор. Как правило, безразмерный. То есть это делается через различные весовые коэффициенты. Их, как бы, объективной методики установления не существуют в этом отношении. Они в той или иной степени субъективны. Поэтому при соответствующем, как бы, подборе вот этих вот весов можно, ну, в широком диапазоне, как бы, изменять вот эту вот оценку. Вот это первое. Поэтому я достаточно, ну, как бы, в своей такой вот практике, я, как бы, ну, редко достаточно использую вот подобные, как бы, кумулятивные рейтинги. То есть предпочитаю оперировать конкретными показателями. Там, например, валовый региональный продукт на душу населения. Или, например, там, средняя зарплата. Или уровень безработицы. Или объем инвестиций в основной капитал на душу населения. Вот как свернуть хотя бы те четыре из показателей, которые я сейчас сказал, в один индикатор, вот это вот существует очень много разных подходов. Поэтому, вот, конечно, двадцатый год, вот, сложно очень в этом понимании, как бы, оценивать в этом отношении. Поэтому я бы, с одной стороны, предпочел бы поговорить о конкретных показателях, да, это раз. Вот, потому что они могут иметь очень широкий диапазон разброса. Можно поставить вопрос, например, где мы просели за двадцатый год, а где, например, ситуация стала лучше, поскольку есть и такие, и такие показатели. Ну вот, а с другой стороны, конечно, ну вот, год нетривиальный в этом понимании. И, ну вот, как в оценке, например, международного сообщества, почему, например, динамика падения вала внутреннего продукта страны меньше, чем, например, большинство стран еврозоны. Это что, там у них хуже в экономике? Нет, там просто действовали более жесткие вот эти вот ограничения на экономическую деятельность. А не потому, что у них экономика в этом отношении просела. Поэтому здесь выводы могут быть очень разные, вплоть до противоположных. Ну вот, если говорить, например, о промышленности, вот, по показателям, как у нас развивалось. Да, давайте. По промышленности у нас позавчера, по-моему, Ульяновстат выгрузил основные показатели. По Российской Федерации, по Ульяновской области мы имеем примерно за год около трех процентов падения промышленного производства. При этом, что радует, последние примерно три-четыре месяца, и, прежде всего, вот, Ульяновская область, она показывает достаточно хорошие показатели восстановления. Поскольку по итогам, там, восьми-девяти месяцев у нас было более глубокое отставание от общероссийского спада около семи процентов, или даже больше. И вот, за последние три-четыре месяца мы, фактически, догнали Российскую Федерацию. Если по Российской Федерации смотреть данные, так сказать, за декабрь, то там мы имеем где-то минус 0,2 процента по объему промышленного производства. В Ульяновской области около 12 процентов роста, если брать декабрь 2020 к декабрю 2019 года. Но, в целом, итоги года примерно в этом отношении одинаковы. Но здесь есть вот один, как бы, момент, который меня не то, что настораживает, но, как бы, который заставляет говорить о том, что вот эта вот динамика, скорее всего, будет достаточно краткосрочной. Это процессы, которые идут в розничной торговле. То есть, мы сейчас имеем достаточно серьезный, я бы начал, сказал бы такой второй, как бы, ну, что ли, этап вот этого кризиса, так сказать, инициированного пандемией коронавируса, выражающегося в ускорении падения оборота розничной торговли. По итогам декабря оборот розничной торговли в Ульяновской области просел на 5 процентов примерно. Это примерно так же, как было в мае 2020 года, когда на части месяца действовали вот все вот эти вот ограничения и запрет. Хуже было только в апреле, когда был полный локдаун. Поэтому вот это ухудшение, как бы, продаж в сфере розничной торговли, оно, естественно, не может рано или поздно не сказаться на и динамике промышленного производства. Поэтому вот перспективы здесь такого устойчивого восстановления и выхода в плюс, они пока вот под вопросом. Ну вот, если, например, смотреть на агропромышленный комплекс, то в прошлом году у нас было наоборот хорошие показатели по сбору зерна. Вот это как можете прокомментировать? Ну, как бы, сельское хозяйство, оно в данном случае особо не затронуто, вот, как бы, процессами локдауна в этом отношении. В том числе потому, что, ну, там не такая высокая плотность, так скажем, на квадратный метр занятых. То есть здесь какие-то вот такие ограничения и переводы на дистанционную форму работы, они либо неуместны вообще, исходя с технологией выращивания, вот. Вот, либо, так сказать, ну, затрагивает очень небольшое количество людей. Поэтому здесь все определяется в основном, ну, применительно к нам. Применительно к нам определяется, во-первых, той зоной, в которой мы находимся, условиями, вот. Определяется погода, безусловно, которую спрогнозировать мы можем в лучшем случае на неделю, но никак не там на месяц или тем более на полгода вперед. Вот, ну, и определенными технологиями, так скажем, которые и оборудованием, которые, агротехнологиями, оборудованием, которые уже в этой отрасли заведены в этом отношении. Поэтому в этом смысле, как бы, высокий урожай или вот положительная динамика в целом по объемам, так сказать, вот роста аграрного сектора у нас составляет где-то порядка, там, от 3 до 5 процентов. Я имею в виду динамика, так сказать, Ульяновской области и по стране. Это, в основном, на мой взгляд, это вклад погоды, погоды, хорошая достаточно погоды, так сказать, дождей, так сказать, вот, ряда других мер, которые здесь, ну, как бы, мы традиционно, мы не хуже их делали, чем в прошлом году. Поэтому, соответственно, результат у нас вот такой вот. Не взрывной, конечно, но в целом положительный и действительно сельское хозяйство в отличие от других отраслей, в отличие от промышленности, от торговли. Я перечисляю те, которые у нас минус по итогам года. Промышленность, торговля, строительство, скорее всего, жилищное строительство, может быть, вот, пока данные только за 11 месяцев. Общественное питание, понятно, транспорт, платные услуги, сальдированный финансовый результат, реальные доходы населения, демография, вот это вот все в минусе. Инфляция, это все в минусе. А вот сельское хозяйство, ну, есть еще и ряд, конечно, других показателей, если вы зададите такой вопрос, где в плюсе находится, я тоже соответствующую перечень могу озвучить в данном случае. Вот сельское хозяйство, один из примеров секторов, которые оказались, ну, достаточно хорошо выглядели вот на фоне других и предыдущей своей же динамики. Максим Геннадьевич. Да, хочу немножко добавить. Так, в целом-то, Анатолий Евгеньевич, всего хватило мне даже по большому счету и сказать-то нечего, но так вот маленькие вкрапления по поводу сельского хозяйства и жилищного строительства, несколько ремарок. Ну, собственно, сельское хозяйство, почему там устойчивый рост, полностью согласен, плотность населения, плотность занятых не такая высокая, как в городе. Но здесь еще есть такой фактор, что сейчас сельское хозяйство, ну, на протяжении, наверное, последних 5-8 лет очень активно инвестировалось в сельское хозяйство, то есть накачивалось деньгами. Там новые технологии, обновлена техника, обновлен семенной фонд, и, соответственно, как бы у нас очень неплохие урожаи. Ну, и опять-таки, есть очень высокий спрос на мировых рынках, на то же самое, на зерно пшеницы. Ну, вот, соответственно, сейчас фермерские хозяйства чувствуют себя достаточно устойчивы. Ну, и, соответственно, и другие сельхозпроизводители, крупные особенно, чувствуют себя очень уверенно и устойчиво. Вот, но надо понимать, что высокие темпы экономического роста в сельском хозяйстве, и, допустим, там наш сверхурожай пшеницы, он никак не привязан к цене хлеба в нашем магазине. Потому что, ну, рынки организованы таким образом, что у нас, может быть, и цены на нефть мировые равны нулю или отрицательные, и зерно у нас может быть очень дешевое, а буханка хлеба, как была, дорогой так она остается и будет дорожать, несмотря там на все субсидирования. Ну, тем не менее, как бы, да, надо отметить, сельское хозяйство в этом 2020 году показало рост, то есть даже не то, что там осталось на том же уровне, но и рост. И вторая отрасль – это жилищное строительство, то есть благодаря тому, что ставка рефинансирования Центрального банка была снижена, соответственно, ипотека подешевела, и, как бы, наших строителей это оживило. То есть в результате у нас банкротств не так много среди строителей, как могло бы быть, вот, спрос подогрели, естественно, это привело к росту квадратного метра, у нас вдруг подорожало жилье очень дорого, хотя объективных причин каких-то нет. У нас народ опять влез в ипотеку необоснованную, и поэтому я вот считаю, что на рынке жилищного строительства у нас сейчас нехорошая ситуация, которая может спровоцировать отраслевой кризис, который может шарахнуть и по другим отраслям. То есть вот примерно как-то так. Какое решение вы видите? На региональном уровне мы можем как это смотреть и любоваться, что происходит, а если мы хотим каких-то радикальных изменений, ну, я думаю, рано или поздно в Федеральный Центр, он придет к осознанию того, что ставку рефинансирования надо поднимать, потому что низкая ставка, она и инфляцию разгоняет, и безработицу, к сожалению, повышает, да, то есть, ну, это такие вот азбучные истинные экономики, которые, ну, в принципе, все знают. Поэтому, ну, опять-таки, в ситуации нашей российской экономики снизить ставку рефинансированную, неизменить систему налогообложения, да, но это, опять-таки, как бы бестолковое решение. Это разовая мера, которая позволяет в экстренных ситуациях как-то выживать, но она имеет негативные долгосрочные последствия. То есть, поэтому, я думаю, так или иначе у нас Центральный банк повысит ставку рефинансирования, у нас возрастут проценты по вкладам у населения, то есть, это обрадует наших жителей, которые подорожают кредиты для коммерческих предприятий, это опечалит наших предпринимателей, поэтому тут разнонаправленная такая динамика, но я думаю, что и 21-й год он явно лучше не будет. То есть, сельское хозяйство, оно более-менее устойчиво в этом смысле, а вот промышленность и жилищное строительство, в частности, тоже это, ну, такие зоны опасные, скажем так. Я продолжу, у меня три момента есть, вот то, что Максим Геннадьевич сказал. Первый момент связан с сельским хозяйством. Это традиционная фермерская проблема, мы заглянем в любой экономический учебник 20-30-50-летней давности и увидим, что чем больше собраны урожай, тем хуже для фермеров, потому что резко падают цены, поэтому для них с точки зрения, ну, как бы финансовой стабильности, финансовой устойчивости намного выгоднее небольшой урожай, потому что тогда дефицит поднимает цены на достаточно высокий уровень, они окупают все затраты, с финансовой точки зрения чувствуют себя очень хорошо. Поэтому вот большой урожай для сельского хозяйства, в отличие, например, от промышленности или от каких-то других секторов экономики, это не столько хорошо, как плохо в этом отношении, если мы не знаем, куда деть вот эти вот излишки. Либо государство должно, так сказать, закупать это все в резерве, где там все это сгниет просто-напросто через несколько лет, либо мы должны находить какие-то, что называется, не увиденные до сегодняшнего момента возможности продажи вот этого всего на экспорт, что тоже маловероятно. Вот это первый нюанс. Второй момент по жилищному строительству, то есть данные, которые показывают, которые у нас есть на 11 месяцев, они очень такие разнонаправные по Ульяновской области. С одной стороны, как бы динамика в целом, в целом за 11 месяцев показывает 3,5% роста количества квадратных метров общей площади жилья, вот введенные в действие в 2020 году. Но только ноябрь показал падение этого показателя на треть. Поэтому если у нас произойдет, например, что-то похожее в декабре, пока подчеркну оперативных данных, но у меня, по крайней мере, нет. Вот Ульяна Стат обещает это выгрузить, даже пока сложно сказать когда, потому что, ну, скорее всего, либо в понедельник, либо во вторник. Вот, то есть если в декабре просядет сильно жилищное строительство, то мы сможем зайти в минус в этом отношении. По Российской Федерации вот эта динамика около нуля. Около нуля. Поэтому вот строительство пока, как я сказал, очень сложно его вот даже оценить, она в плюсе останется или не останется, потому что там очень такая разнонаправленная динамика, то есть достаточно хорошие показатели в плюс сочетаются с очень сильными минусовыми показателями в зависимости от месяца. Вот поэтому что произойдет, сказать сложно. По строительству здесь динамика более, как бы, прогнозируемая, то есть объемы в ноябре упали примерно на 20-25 процентов, при порядке там 17 процентов за 11 месяцев общих объемов. И понятно, что чудо не случится, и строительство в этом отношении у нас по итогам 20-го года, в целом по объему, куда включается и жилищное строительство, останется в отрицательной зоне. Вот. А вот по жилищному строительству, как части сказать, вот в этом отношении сложно. В плюсе мы останемся. Удастся удержать вот эту предыдущую динамику или нет? Теперь то, что касается инфляции в этом отношении, вот это вот то, что лично меня сейчас в наибольшей степени А. Напрягает, Б. Удивляет. Потому что Росстат у нас публикует данные понедельник. Вот сегодня они выложили данные с 1 января по 25 января. Индекс инфляции составил порядка 0,8 процентов. В то время, как в прошлом году, в 2020 году, в январе, за весь месяц был 0,4. То есть это означает, что темпы инфляции в январь к январю ускорились 2,5 раза. Это означает, что если такая, это, так сказать, гипотеза критикуемая, ну как максимум. То есть если мы будем по 1 проценту набирать каждый месяц, то получим порядка 12 процентов за год. Против примерно 6 процентов по итогам 2020 года Ульяновской области, или 5,7, если точнее. Ну понятно, что летом инфляция притормаживается. Поэтому более реалистичная, так сказать, на мой взгляд, оценка будет в районе где-то 8 процентов. Но в любом случае, вот это ускорение инфляционных процессов, вот эта вот вещь, конечно, такая вот, ну во-первых, не очень ожидаемая. Во-вторых, она, конечно, бьет по карманам большинства в этом отношении населения. Поэтому то, о чем Максим Геннадьевич сейчас говорил, я тоже с ним в этом смысле согласен, что Центральный банк, ну как бы, должен будет рано или поздно поднять ключевую ставку в этом отношении. Ну вот, в тем, чтобы, ну как бы, притормозить вот эти вот наметившиеся, так сказать, темпы ускорения инфляции. Сделать, так сказать, кредиты реальному сектору и физическим лицам дороже, чем они есть сейчас. Но это, конечно, будет носить такой ярко выраженный, тормозящий характер, применительно к экономической динамике, так сказать, отраслей. Потому что, если инвестиции станут дороже, кредиты станут дороже, будет меньше, и это, естественно, будет, как бы, действовать в негативном плане на экономическую динамику. Кроме сельского хозяйства положительные. А, ну да. Да, мы затронули это. Хорошо, да, 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 чтобы было не так уж обидно. Ну, вот я сейчас перечислю, Максим Геннадьевич меня дополнит, да, если я что-то здесь забуду. Вот первое, сельское хозяйство, это абсолютно точно. Второй момент, то, что мы видим, позитивный такой момент, это продолжение роста реальной заработной платы. То есть, если реальные денежные доходы у нас за 9 месяцев показали минус 1%, и падение оборота роночной торговли, особенно в декабре, отрицательное, ну, как бы, это говорит о том, что косвенное, что падение доходов продолжится и в четвертом квартале 2020 года, то по итогам 10 месяцев у нас порядка 2%, и в октябре мы в минус не зашли, хотя около нуля динамика была. Поэтому, вот, положительные, как бы, плюсы в динамике реальной заработной платы, это 2. Третий момент, он заключается в том, что мы имеем достаточно хорошую ситуацию с бюджетом, с бюджетом. То есть, консолидированный бюджет Ульяновской области, он по итогам 10-11 месяцев, я сейчас на вскидку, он вырос примерно на 8 миллиардов рублей. Консолидированный бюджет, это областной бюджет плюс 7, местные бюджеты. Да, понятно, что там, как бы, существенный вклад сыграли трансферты с федерального бюджета. Они увеличились, да, но в любом случае, в номинальном ли исчислении, в реальном ли исчислении, расходы реального, расходы, реальные расходы консолидированного бюджета региона, они выросли. Поэтому, в отличие от других, как бы, компонент, валово-регионального продукта, вот то, что касается госрасходов, у нас в этом отношении не выросли. И, если бы не так, наверное, следовало бы ожидать падения, ну, экономики в этом отношении существенно меньше. О, вернее, существенно больше, так сказать. Вот потому что, ну, потому что и расходы бы просили, и госрасходы бы просили. Они у нас не просили. Примерно, ну, как бы, реальная оценка увеличения расходов консолидированного бюджета, ну, составляет где-то порядка 5-6 процентов. Это неплохо. Это неплохо в этом отношении. Вот. Это третий момент. Четвертый момент, он связан с миграцией. То есть, ограничение, так сказать, вот, передвижения населения, плюс, вот, как бы, текущая ситуация, она привела к тому, что вместо, вместо примерно 1800 человек отрицательного сальдо миграции, который регион получил в 2019 году, по итогам 10 месяцев, прошедшего 2020 года, мы имеем минус 400 человек. То есть, миграционные потери, они у нас в этом отношении заметно сократились. Другое дело, что регион из отрицательного сальдо миграции не выйдет в этом отношении. И, что еще хуже, то, что вот то, что мы выиграли по миграционным потерям, с лихвой перекрыл, перекрыл рост, так сказать, естественной убыли населения. Поэтому, к сожалению, темпы сокращения и абсолютные относительные темпы сокращения численности населения, они в этом отношении увеличились. Но по миграции в этом отношении ситуация стала, ну, заметно попроще, по крайней мере, вот, по текущим данным. Так, ну, что еще, что еще? Ну, вот, как я уже сказал, вот сложно сказать по жилищному строительству. То есть, есть, ну, достаточно серьезная вероятность, что если мы просядем, ну, пусть даже на минус, там, 5 или около того процента в декабре по объему жилищного строительства, то динамика удержится в положительной в этом отношении зоне, поэтому будет некоторое увеличение объемов жилищного строительства. Но пока вот я так даже не рискну сказать. Ну, вот, на мой взгляд, как бы, ключевые такие позиции, я бы сказал, что все. Максим Геннадьевич. Не, ничего, добавить тут не согласен, да, потому что... Исчерпывающая информация. Да, да, да. По отраслям, если посмотреть, на самом деле, где-то еще хвалится... Ну, можно сказать про банковскую систему, но у нас в регионе, как бы, своих банков-то, по сути, нет. Один, да, да, да. То есть, и, как бы, то, что в банковской системе все стабильно, слава богу, как бы, мы не получили ни дефолтов, ни еще каких-то страшных вещей. То есть, в этом смысле... Ну, это не наша заслуга, не регионально, то есть, это все-таки федерально. Поэтому что-то добавить мне здесь сложно. Мы с вами уже встречались по поводу безработицы. Да. У нас были... Вот как... Ну, тогда мы в прошлом эфире говорили, что... Ну, не очень хорошие у нас показатели. Вот по итогам 10 месяцев какие можно... Ну, даже не 10, даже 11 месяцев. То есть, вот официальные данные у нас имеются, вот, в докладе. На 1 декабря 2020 года общее количество безработных... Официально зарегистрированных безработных у нас составляет где-то порядка 26-27 тысяч человек. Это примерно в 10 раз выше, чем на 1 декабря 2019 года. То есть, налицо, ну, в этом смысле, очень высокий темп роста официальной безработицы. Другое дело, что здесь за 2020 год можно вот весь этот процесс разделить на два этапа. Первый, так сказать, этап это вот как бы динамика, этап роста официальной безработицы. Условно там до 1 октября или где-то в середине октября произошел перелом. И начиная с середины октября мы видим падение этого показателя. Потому что на максимуме мы выходили на общее количество официально зарегистрированных безработных где-то около 32 тысяч человек. Сегодня 26 тысяч человек. Вот. Это, конечно, поменьше, чем в середине октября. Но в любом случае в 10 раз больше, чем год назад. Это, конечно, вот очень такая, ну, как бы проблема. Проблема, большая проблема для и регионы, и для страны в целом. Вот, кстати, по стране в целом темпы роста официальной безработицы заметно меньше. Где-то порядка четырех раз. Порядка четырех раз. Это говорит о том, что региональная экономика более неустойчива в этом отношении, ну, вот, чем общероссийская, как бы, ситуация в этом отношении. Поэтому вот та же самая ситуация, она вызвала больший всплеск официально зарегистрированной безработицы. Плюс на это накладывается то, что у нас в среднем люди получают меньше. Меньше, меньше, поэтому для них вот те социальные доплаты, выплаты, так сказать, пособия по безработицу, которые государство проводило в этот период, ну, вот, оно в этом отношении имеет большую значимость. И это приводит к тому, что люди входят в состояние официальной видимости безработицы. Вот, то, что касается, второй момент, то, что касается общей безработицы, которая оценивается Росстатом, Ульяновстатом по результатам обследования населения. Так называемая безработица, вот, общая безработица по методологии международной организации труда. Здесь ситуация не такая критичная в этом отношении. Мы имеем некоторый рост, ну, примерно процентов на 20, может быть, на 30, вот, общей безработицы. И ее уровень составляет где-то порядка 6%. То есть мы можем сказать, что, ну, с высокой степенью вероятности, что за 20-й год произошел не столько рост безработицы, как таковой, как социально-экономическое явление, сколько такая серьезная структурная изменение внутри, вот, безработицы, когда раньше было мало официально зарегистрированных безработных, большая часть людей предпочитала не обращаться в государственную службу занятости, а 20-й год показал, что таких самостоятельных возможностей трудоустройства у людей на рынке труда в 2020 году резко стало меньше, поэтому они стали обращаться в государство. Поэтому такой резкий рост официальной безработицы. Поэтому вот и увеличение доли официальных безработных в общей безработице, вот это вот можно как бы констатировать. Но в целом, подчеркну, для нас, конечно, вот, как для экономистов, важнее не столько официальной безработицы, это такой управляемый показатель со стороны государства, сколько вот общей безработицы. А здесь ситуацию в этом отношении пока, подчеркну, пока, поскольку вот мы не знаем даже среднесрочных пока показателей вот этого, ну, так скажем, вот этой текущей экономической ситуации, пока не так, что называется, высока. Хотя оценки здесь оптимистичными не назовешь, потому что еще раз падает, я обращу внимание на то, что я говорил, падает оборот родичной торговли, люди покупают меньше товаров, работы, услуг, ну вот, и это, естественно, начинает, ну, как бы, так скажем, проверять на прочность финансовую такую вот устойчивость и мелкий, и малый, и крупный в этом отношении бизнес, которые, ну, вот, осуществляют такую производственную деятельность. Поэтому я думаю, что 2020 год, ну, по крайней мере, ситуацию с общей безработицей, как мне кажется, сильно не улучшит. Ну, буквально один штришок хочу добавить. У нас не только, вот, как бы, переток из разных отраслей экономики безработных произошел, как бы, и это мы увидели, и территориальные перетоки были, у нас еще произошла некая легализация, да, то есть тех людей, которые работали в теневом секторе, вот, ну, это не обязательно что-то там страшное, там, наркотики, оружие, проституция, да, то есть это просто то, что вне легальной сферы, вот. Очень много людей легализовались именно для того, чтобы получить вот эти вот социальные пособия. Но сейчас мы наблюдаем обратное явление, то есть начинает восстанавливаться экономика, и пошел процесс перетока опять в сторону нелегальной экономики. То есть, ну, хорошо ли это или плохо, я не знаю. С позиции государства это, конечно, плохо, да, то есть это неуправляемая часть общества, часть экономики, вот. Но, с другой стороны, это такой косвенный показатель, что жизнь немножко улучшается. То есть я не хочу сказать, что у нас прям сразу все завтра будет хорошо, потому что сегодня стало лучше. Нет, просто вот наметилась такая тенденция, чем она закончится, пока непонятно, потому что и 2021 год, мне кажется, тоже будет очень непростой. Добавлю еще один нюанс, что с 1 января 2021 года у нас вот эти вот выплаты безработным, которые были введены государством, в период вот как бы влияния, сильное влияние пандемии коронакризиса, они отменяются. Поэтому мы возвращаемся на более низкий уровень пособий по безработице. А это, естественно, будет сокращать количество желающих воспользоваться этими пособиями. Другое дело, насколько они смогут, например, вернуться назад в теневую экономику, или они куда-то денутся еще в этом отношении, вот это вот вопрос сложный. Вот на мой взгляд, конечно, вот в условиях пока вот такого вялого спроса и падающего спроса продаж, возможности у них возврата, что в официальный сектор экономики, что в неофициальный сектор экономики, небольшие. Поэтому я думаю, что вот это, ну как бы ситуация, она продолжит ухудшать такое социальное расслоение общества и делать не просто людей бедными, а делать очень бедными в этом отношении вот тех людей, которые, ну, лишатся или будут получать меньшие размеры пособий по безработице, а возможности трудоустроиться у них будет, ну, по-прежнему немного. Вот на этой прекрасной, в кавычках, ноте задам последний вопрос на сегодня, который мы успеем. Очень много ульяновцев и пишут нам, и в соцсетях тоже пишут про повышение цен. Особенно это было заметно к Новому году. Вот тоже я залезла в статистику Росстата, что увеличение средней цены на продовольственные товары в декабре было сразу на полтора процента зафиксировано. Да, вот будет ли повышение цены дальше? Да, я уже говорил об этом. Процесс идет дальше. То есть вот за первые 25 дней января мы видим не просто, что он идет дальше. Если брать весь 2020 год, то январь ожидает нам как бы дать максимум месячной инфляции за 13 месяцев. То есть процесс, он не просто будет идти дальше в 2021 году, он уже пошел дальше. Это раз. Теперь, конечно, о причинах в этом отношении. Причинах, вот на мой взгляд, декабрьское выступление президента на эту тему, оно не уменьшило темпы инфляции, а наоборот, простимулировало эту инфляцию. Почему? Ну потому что бизнес испугался, что сейчас государство начнет устанавливать верхние планки цен. И тогда продукцию, произведенную ими, продать вот по тем ценам, по которым они хотели бы, уже будет нельзя, потому что государство установило максимальные цены. Поэтому вот сейчас, чтобы хоть какую-то часть ожидаемой прибыли получить, они поднимают цены даже на те товары, на которые они их не планировали поднимать. Это просто говорит о том, что в нашей стране выступления первых лиц государства, крупных чиновников, они имеют материальную силу. Поэтому с такими выступлениями нужно очень аккуратно обращаться. Нужно продумать, к чему это может привести. То есть вот подобные вещи, они противоречат духу рыночной экономики. Это классика жанра, опять же, любой учебник. Это говорит, не нужно здесь вводить никаких государственно регулируемых цен, если это более-менее конкурентный рынок. Хотите снизить, например, как в примере у нас с сахаром, цены на сахар? Не надо устанавливать максимальные цены. Введите в строй назад те 30 заводов, которые были закрыты в 2020 году, и увеличьте предложение. Не можете открыть эти заводы, увеличьте импорт этого сахара. И третий вариант, не связанный с увеличением предложения, он заключается с тем, что нужно тогда сокращать спрос на этот сахар. Поведите максимальную, так скажем, антисахарную кампанию, что потребление сахара – это вредно в этом отношении, особенно в больших количествах, особенно в нашей стране, где каждый пятый имеет избыточный вес в этом отношении. Похудеть, что называется, не помешает многим. Вот, все. Но вот если мы устанавливаем максимальные, предельные, так сказать, цены на сахар, это к чему приводит? Это приводит к тому, что объемы производства этого сахара и дальше будут сокращаться. Дальше будут сокращаться, потому что уходят с рынка те производители, которые его производили, ну, как бы, около нулевой рентабельности. Теперь им это будет просто невыгодно. Они просто закрывают это все. И мы стимулируем вот этим вот дешевым сахаром тогда, в кавычках или не в кавычках, ну, спрос на него, расширенный спрос в этом отношении на него. Люди переключаются на вот эту дешевую продукцию с какой-то другой в этом отношении. Это не нужно делать категорически в этом отношении. Категорически. Поэтому вот скоро вот мы вот таких действий не видим, о которых я сказал, вполне очевидно, что инфляция у нас ускоряется. И вот это еще все время меня пугает. То есть январь показывает, что у нас темпы роста инфляции выросли в два-в два с половиной раза. Прям столько всего интересного. Так много чего хочется сказать, добавить. Вот, ну, несколько тоже ремарок. То есть, ну, начну с роста цен. Давайте, как бы, скажем честно, а какие есть условия и механизмы, как бы, способствующие снижению цен, да, или там стимулирующие. По сути, ничего нет. Потому что один единственный механизм, который направлен на снижение цен, это конкуренция, да. А у нас все рынки монополизированы. Вот, и, соответственно, как бы, и рынки, и сектора экономики, и сегменты потребительские у нас вот все очень жестко заструктурировано и все монополизировано. Поэтому нет никаких условий для того, чтобы снижать цены. Вот, это вот так, как говорится, теоретическое обоснование, почему у нас растут цены. И, соответственно, что нужно делать? Да, правильно, нужно оживлять конкуренцию. То есть, нужно давать какие-то преференции этим заводам, вот, или же менять там налоговую систему, систему налогообложения, в сторону ее упрощения, снижения ставок. Вот, но это ничего не делается. И вот момент по сахару тоже хочу прокомментировать, прям больная тема, как говорится. У нас есть очень интересное такое вот статистическое наблюдение, как только ужесточаются нормы регулирования алкоголя, у нас возрастает спрос на сахар. Вот, то есть, почему? Потому что есть сахар, это тот продукт, из которого делают самогон. Вот, поэтому, ну, скажем так, так, если мы хотим бороться с ценами, то нужно еще и другую политику, социальную политику, как-то ее регулировать, да, учитывать ее. Потому что, установив максимальные цены на сахар, собственно, что это за регулятор? Вот, он ведет только к тому, что нерентабельные предприятия, они будут обанкрачиваться, а те, которые, ну, скажем так, еле-еле на плаву, они будут думать, есть ли смысл работы. А сколько у нас успешных? По пальцам пересчитать можно, да? Поэтому, как бы, это регулирование, оно неэффективно, оно приведет именно к тому, что, ну, производителей будет меньше, ситуация ухудшится, рост цен продолжится, или, опять-таки, ухудшится качество продукции. То есть, ну, здесь вот, как бы, все достаточно взаимосвязано, и как весы, одна чаша изменилась, вторая, значит, поднялась. Поэтому, я думаю, что 2021 год, да, у нас, скорее всего, рост цен продолжится, и я думаю, что, да, инфляция будет выше, чем в 2000 году. Ну, я надеюсь, что, как бы, это со стороны правительства вызовет желание поднять доходы населения, ну, по крайней мере, хоть в части социально незащищенных. Ну, поживем и едим. Так что мы за ЗОЖ сахар не едим. Ну, да, можно в этой части. За оптимизацию своих потребительских расходов и отказа вот от неэффективных или даже вредных расходов в этом отношении. Однозначно. Спасибо большое, дорогие зрители. Наша передача подходит к концу. Увидимся с вами в следующих выпусках. Смотрите нас на 22-й кнопке. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова